Как я понимаю философию, миссию философии, предназначение философии в этом сложном мире? Я хочу вам напомнить определение человека. Гомо сапиенс, человек разумный. Гомо люденс, человек играющий. Гомо фабер, человек трудящийся. Я обвел еще одно очень важное определение человека. Человек вопрошающий. Что такое вопрошание? Это создание того, что ты не знаешь чего-то, что ты обязательно должен знать. Вопрошание возникает при дефиците информации. Вопросы бывают разные по своей емкости. Боятые вопросы частные. Боятые вопросы общие. И боятые вопросы экстремально общие, предельно общие. Это и есть философские проблемы. Краевая проблематика. Краевая. Когда мы ставим вопросы кардинального, радикального порядка. Что есть в бытие? Почему есть бытие? И как оно соотносится с небытием? Что такое дух? Что такое Бог? Что такое смерть? Что такое жизнь? То есть, это вопросы, сейчас повторяю, предельно общие, экстремально общие, максимально общие. Я бы сказал так. Вот есть лестница. Лестница, поднимающая нас вверх. В бесконечность. Чем выше ступенька, тем обобщение вопроса. Философия выходит на такой уровень, где уже нет возможности обобщать проблему. Проблема достигла некоторого предельного напряжения в своем бытии. Проблемы тоже живут своей жизнью. Вот я с юных лет испытываю потребность задавать такие вопросы. И искать на них ответы. Куда и кому обращено наше вопрошение? Откуда мы получаем ответ? Ну, здесь могут быть самые разные подходы. Я напомню про Сократа. Сократ говорил о том, что внутри него звучит некий голос. Знаменитый даймон Сократа. Даймон или демон, но лучше говорить по-гречески. Даймон Сократа. Сократ впервые, впервые услышал в себе голос трансцендентного начала. Сократ впервые показал, что наше мышление идеологично. Вот Сократ как бы раздвоился. Вот есть он Сократ, и есть некое его альтер-эго. Вот он назвал его даймоном. Но его можно назвать голосом совести, голосом Бога, голосом ангела-хранителя. Как угодно. Скорее всего, это наш собственный голос, но он как бы от нас отстранён. И мы его воспринимаем, как голос, звучащий извне. Я вопрошаю, и я слышу ответ. Ответ приходит из какой-то бездны. Ответ при... Может, действительно, я нахожусь на связи с Богом. Может, мне кто-то суфлирует оттуда. Может быть, это гипотеза. Скорее всего, что я сам моделирую ответ, но ответ я от себя отстраняю, отчуждаю. И вот меня всегда волновала вот такая краевая, такая экстремальная проблематика. Первое, что меня взволновало, это проблема мира как целого. Вот любопытно, что развитие человеческого индивида, в плане философского, повторяет развитие человечества. Биогенетический закон. Замитый биогенетический закон, согласно которому в антогенезе воспроизводится филогенез. История индивида воспроизводится историей человечества. Я не знал, что я повторяю то, через что прошло человечество в целом. Чечество, как явление культуры, начинается с космогонических мифов. Я с юных лет был космогоном. Вот не знаю почему. Я всё время думал о начале мира. Ведь теперь, ребята, я понимаю, что тут какой-то архетип работает. Архетип начала. И я уже потом ввёл свой термин. Архетаксис. Влечение к началу. Меня влекло начало. Влекло начало. И я это начало пытался высветить. Помню свои ранние стихи. Я поклонник скряминских симфоний. Мир я постигаю до зри. От его древнейших космогоний до Эйнштейна и Экзипери. Хорошо. Итак, меня интересует мир как целая. И сразу начинается... Сразу начинается что? Полоса противоречия. Мир конечен или бесконечен? Естественно, что человека всегда интриговала бесконечность. Первая антиномия Ханта. Первая. Вот. У него четыре антиномии. Их, конечно, гораздо больше. Но первая. В тезисе мир конечен, в антитезисе мир бесконечен. Дезис доказуется блестяще. Антитезис тоже доказуется непровержимо. Но где истина? Кант говорил, что антиномия принципиально неразрешима. Что антиномия заложена в нашем сознании. И мы, так сказать, предники антиномии. Так это или не так, я не буду спорить. Кант мой учитель. Мой вдохновитель. Но я вот антиномию в себе несу. И вот все мои ранние размышления начинали с этой проблемы. С одной стороны, я тянулся к античному космосу. Который оформлен. Который конечен. Который структурирован. Но с другой стороны, с юных лет я услышал зов бесконечности. И меня волновала бесконечность космоса. А говоря корректнее, бесконечность вселенной. Потому что слово космос мы теперь традиционно связываем с оконченным и законченным миром. Именно с космосом. как формой. Что здесь надо сказать? Вот философия выходит на проблематику, на проблематику, которая не может иметь эмпирического решения. Вот это самое главное. Никогда человечество не построит модель мира, на которой можно поставить точку. Вот мы знаем всё. Это всё есть асимптота. Что такое асимптота? Цель, которой приближаешься, я никогда не достигаю. Я очень люблю асимптотологию. Философское познание, оно принципиально асимптотично. У меня дефицит информации. Это дефицит информации был у греков. Он был у Эйнштейна. Дефицит информации. Как мы его покрываем? Мы его покрываем за счёт своей фантазии, за счёт мифотворчества. И я строил модели мира, свои модели мира строил. У меня их много. Я вообще занимался коллекционированием моделей мира, коллекционированием космологической модели. Что я здесь могу сказать? Вот как я сегодня вписываю себя в мир? Я всегда любил радикальные решения. Радикальные решения. Решения парадоксальные. Когда чувствуешь, что разум приходит к некоторому пределу, когда разум утыкается в тупик, а для разума это состояние привычное, то выход из этого тупика – это дерзкий взлёт по вертикали, взлёт в мир. Мир твоих интуиций, твоих откровений. Я стал развивать концепцию антропоцентризма для себя. Я центр мира, и я творец мира. Это игровая философия, но сейчас я её разовью. Я здесь не первый. Вот берём самый архаический миф, который есть на Земле. Миф Пуруша. Или Пуруша, или так и так делать ударение. Это Древняя Индия. Как возник мир? Был первый человек Пуруша. Вот он решил принести себя в жертву ради того, чтобы возник мир. Вот не было ничего, кроме человека. Человек – альфа-космогологического процесса. Пуруша принесли себя в жертву. Кости становятся камнями, волосы – травой и лесом, кровь и водой. То есть, мир изначального человечества. Мир есть продукт человека. Если мир – моё творение, то я его могу познать, потому что мир – это я. Фактически, это же самый архетип Пуруша, заложенный в христианстве. Давайте смотримся в космогонию христианства. Существует предвечно Святая Троица. Бог Отец, Бог Слово, или Бог Сын, и Бог Дух. Бог Отец задумал мир, как бы дал идею мира, а Бог Сын его осуществляет. Этот план божественный. Воплощает эту идею. Но Бог Логос, Он знает, что Он должен зачеловечиться, что Он должен воплотиться в теле человека. Естественно, что Бог Сын, или Бог Логос, закладывают в мир те параметры, которые связаны с человеком. Закладка антропного принципа, так называемого, произошла. Но поскольку Евангелие говорит, что я могу с Христом соединиться, и это цель христианства – обожиться, войти в Христа, слиться с Ним, не потеряв своего лица, то я, в общем-то, в принципе, участвовал в творении мира вместе с тогда еще с Логосом, но он потенциально уже был Христос. То есть я решаю эту проблему мира как индивидуалист, как селепсист, так и решал Беркли. Беркли говорил, что мир – это результат моей фантазии. Так вот эту проблему решал Скрябин. Скрябин, который говорил, что я в центре мира, и все, что есть, это меня и через меня. Под влиянием Скрябина эта проблема в абсолютно таком же духе, в духе субъективного идеализма, лилиссизма, решал Пастернак. Как он писал, и сады, и пруды, и ограды, и кипящие белыми боплями, мироздание, лишь страсти разряды, человеческим сердцем накоплены. Мир – это продукт моего я. Вспомнил житие протопопа Вакума. Вот он там, в Пустосерске, пребывает в страшных условиях. Это какая-то яма, похожая на подвал. Там он пишет свои трактаты. И вдруг ему приходит видение. Не сходит в него видение. Он видит следующее. Он разрастается, как телесно разрастается. Он объемлет собой Вселенную. И Вселенная оказывается включённой в него. Мир – это что-то для меня внутреннее. Я объемлю мир. Мир и человек поменялись местами. Произошла эта великая инверсия. Рокировка. Микрокосм и макрокосм. Вот это гениальное видение, оно на меня очень сильно повлияло. И повлияло на моего друга, прекрасного поэта и философа Константина Кедрова. Который, собственно говоря, эту инверсию положил в основе своего философствования. Он считает, что я и космос постоянно инверсируются. Как я писал в стихах моих посвящённых. И очнётся, будет как-то смята волной обалденной вся механика дольных причин. И очнётся за гранью Вселенной, сотворившей её Константин. То есть я понимаю, что проблема мира заходит в гадискологический тупик. Её решаю как игрок. Я её решаю как поэт. Я творец мира. Мир генетически связан с моим воображением. Мир есть проект самой фантазии. Конечно, можно сказать, что это решение условное. Но это лучше, чем с проблемой замолчать. Ещё раз повторяю. Проблема в плане научном неразрешима. В плане рациональном она не раскрывается. Потому что нас никогда не будет хватать последнего звена. Чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Это великая парадоксальная истина. Мир уходит от определения. Определение – это границы. Определение – это лимиты. Мир не подаётся лимитации. А мы хотим мыслить мир как целое. А целое предполагает законченность. Мир не хочет заканчиваться. Хотя он может быть целостным, но какая-то другая форма целостности. Остаётся здесь перед нами что? Вот альтернатива. Или считать себя ничтожеством. Полностью стушеваться на фоне бесконечности. Или объявить бесконечность продуктом собственного творчества. Как сказал поэт Кручёных, бесконечность – мой горшок, вечность – обтиралка. Дерзкий футуризм. Но в этом есть что? В этом есть отчаяние человека. Надо понимать, что философия есть продукт отчаяния. Мы пришли в мир. Мы здесь обрели сознание. Сознание ставит эти конечные, великие вопросы. На них нет ответа. Скорее всего, что никогда не будет. И не должно быть на них ответа. Мы снимаем её определённость за счёт собственного творчества. Это трагическая ситуация. Философия, она принципиально трагична. Философия есть. Покрытие дефицита, великого дефицита знания. Всегда будет не хватать. Не хватать каких-то важнейших блоков. Что-то нашли, что-то поняли. Сразу же начинается новая область. Сразу же область чего? Непонятого, непрочувствованного, недоступного. Вот это наш удел. И надо иметь мужество идти в эту неизвестность как человек играющий. Потому что в конце-то концов скорее всего, что игра-то это окажется истинное. Мир вообще похож на игру. И очень возможно, что вот эта вся эта игровая фантазия, она обернётся настоящей антологией. И великий Жорж Беркли, вот я перед ним преклоняюсь, Ленин ненавидел Беркли. Ленин считал, что вот вся философия 20 века, начало 20 века, заражена бергликанством. Я Беркли люблю. И Беркли не зря прославлен в Америке, где есть город Беркли, Калифорнии, где вообще прекрасный университет, один из лучших в мире, где работают хорошие ускорители, там в Стэнфорде рядом изучается вещество. Я люблю Беркли. Вот Беркли говорил, что индивидуальное я, это и есть самая космогенетически активная область в мире. Моё я. Восприятие – это уже творчество. Мышление – это творчество в квадрате. Фантазия – это творчество в кубе. Мы творим миры. И я думаю, что вот так реально, да, вот играет ребёнок в песочнице, что-то ему блазнится, как говорили в России, да, что-то ему мнится. Вот головка ребёнка, как и каждая головка в мире, каждая головка в мире, вот самая глубинная часть нашего мозга связана с вакуумом, связана с этим величным ничтоном. Вот ребёнок играет, да, и возбуждает вакуум. И где-то рождается миры, причины которых в этой песочнице, в этом ребёнке, ребёнок – это Бог, творец, да. Так наверняка и есть. Иначе быть не может. И, в общем-то, что получается, что все великие космогонические проблемы замыкаются на этом невинном детяти. Парадоксально, странно, но кто это может опровергнуть, хотя это нельзя доказать. Но вот в мире заложено это игровое начало. Вот мир не играет с нами в поддавки, мир играет с нами на равных. Может, и Бог играет с нами на равных. Так, ну а что такое Бог? Ну, в принципе, я, мир готов пойти в роль Бога, но я творю из ничего. Я творю из ничего. Ну, что, когда я творю из ничего, я всё равно на это ничто накладываю свою печать, своей личности. Никуда туда не деться. Принципе Рокюри. Симметрия причины отражается симметрия следствия. Я докладываю на мир свою печать. Мир, развиваясь, будет обладать большими степениами свободы, но воспроизведёт какие-то мои основные ключевые архетипы. Да кто его знает? Я, может, уже сотворил миллионы миров. Вот так считал Уолл Туитмен, которого я люблю. Так считал Чирлёнис, который тоже был демиургом. Я считаю, что человек должен чувствовать себя Богом уже сейчас. Только без гордыни, только без ложного прометеизма. На игровом уровне. Вот я сейчас показал, как философия пытается ответить на великое вопрошение, не уходя от всех трудностей, а предлагая игровое решение. Других решений и нет, потому что философия исключает какое-то монопольное, единственное, окончательное, якобы опробированное. Якобы полностью достоверное решение. Философия не знает таких аподектических решений, то есть решений, которые не приложены и не подлежат никакой ревизии. Вот это первое, что я хочу сказать, что испытывать дефицит информации, это наше тотальное состояние, это перманентное состояние. Мы всегда знаем, что вот есть непознанное, есть тайна, в мире есть тайна, присутствие тайны. Мы этот дефицит покрываем за счёт чего? За счёт своей фантазии. Что такое фантазия? Это продуктивное воображение. Что такое продуктивное воображение? Это может быть, если что иное, как выход в божественной энергии, креативной энергии через нас, через наше сознание. Так возникает культура. Так возникает культура. Культура возникает вот как раз тогда, когда человек понимает, что вот есть неизвестное. И к этому неизвестному надо адаптироваться. Философия есть адаптация к тайне. Философия есть адаптация к неопределённости. Философия есть адаптация к несказуемости бытия. Адоптация может быть более удачная, менее удачная. Адоптация может быть провальная, когда всё кончается плохо. Адоптация может быть гениальная. Итак, философия – это максимализм. Максимализм в постановке вопросов. И максимализм в их разрешении через игру. Игра имманентна и бытию, и мышлению. И ничего здесь другого я сказать не могу. Хорошо. Теперь дальше. Вот возьму сейчас другой разрез философии. Ну, какой разрез хочешь взять? Я сейчас сказал про проблему мира как целого. Что ещё нужно на первый план выдвинуть в этой начальной беседе? Сейчас я взял аспект космологический или онтологический. Корни бытия, истоки бытия. Сейчас я хочу выйти в социальное измерение, в социальное измерение. Показать роль философии в социуме. Но прежде всего, вот как-то мы начинаем эту проблему ставить, то опять возникает антиномия. Вот философия изначально антиномична. Философия принципиально антиномична. Философия неустранима антиномична. Здесь есть моё я. Моя личность. Я обожаю Декарта. Самое достоверное, что есть в мире, это моё мыслящее я. У которого есть чудесный дар, дар сомнения. Я сомневаюсь во всём. Но кроме меня есть ещё другие я. Которые, в общем-то, от меня закрыты. Другие я – это чёрные ящики или чёрные дыры. Как угодно. Это одно и то же. Великая проблема другого я – великая проблема интерсубъективности, связи между мной и тобой. Между мной и ими. Короче говоря, это антиномия личности и общества. Так это, скажем, по-старому. Почти что-то в марксистском. Ну, хотя этот дух не всегда ведь бывает плохим. Хорошо. С одной стороны, я реализую свою свободу. И я её хочу реализовать с абсолютной полнотой. Я – личность, призванная в мир. Бог мне передал в качестве дара безвозмездно свободу. Но когда я начинаю это делать, то я чувствую, что у меня возникает масса проблем. Я натыкаюсь на препятствия. И эти препятствия связаны с тем, что вокруг меня ещё есть другие я. От меня скрытые. Мне непонятные. Иногда дружные, иногда враждебные. И вот возникает великая проблема. Великая проблема – я и ты. Я и он. Я и она. Ну, как здесь философия может себя вести? Какие у неё могут быть стратегии? Я сейчас это покажу. Может быть стратегия, может быть стратегия иллюдализма. Стратегия – это стратегия, согласно которой есть высшая ценность. Эгоизм – это нечто абсолютно истинное. Эгоцентризм – это проекция эгоизма на космос, ты – центр мира. Ну, а другие – они проблематичны. И вообще их существование недоказуемо. И я этим не должен озабочиваться. Итак, здесь вот такой эксцентрический ход. Именно эксцентрический ход. Когда ты оттесняешь всё другое, оставляя себя в центре мироздания. Другой метод действий. Отказ от своей личности. В первом случае личность гипертрофируется, гиперболизируется, вырастает до каких-то космических масштабов. Во втором случае она так или иначе стушёвывается. Человек не справляется с бременем личности. Личность – это великое бремя. Может быть даже большее, чем бремя власти. Личностью быть непросто. Трудно быть личностью. Есть разные способы растворения личности, размывания личности. Но я приведу примеры. Возьмём буддизм. Вот нирвану. Нирвана безлично, нирвана аморфна, нирвана нейтральна. Слиться с нирваны – это прежде всего отказаться от своего «я». Личность и нирваны несовместима. Как это ни странно, но аналогичный путь проложен через так называемый коллективизм. Коллективизм – это социальная нирвана. Вот толпа. Ты в толпу входишь, и ты теряешь себя в ней. В этом есть какой-то кайф. Поведение массы загадочное. Она прекрасно понимал философ и писатель Каннэйти, когда говорил, что толпа – это организм, сверхорганизм, у которого тысяча ног, но одна голова, один мозг. И этот мозг работает в унисон всем этим ногам, так сказать, несчастливым. Вот сегодня это очень сильно проявляется. Это массовое стадное поведение. И в этом стадном поведении происходит нейтрализация личности. Нейтрализация личности. Личность там исчезает. И это форма свободы. Это свобода негативная, это свобода антитворческая, конечно. Но свобода. Свобода собственного «я». Хорошо. Но есть третий путь. Третий путь. Может быть, оптимальный, но никогда он ещё не получал нормальной реализации. Это путь соборности. Это путь кооперации. Путь симбиоза. Вот полюбить другое «я». И через любовь может проникнуть в него, в это «я». Так? Вот ещё раз повторяю. Вот это факт открытой философии. Открытой философии. Для философства, это Декарта показывал, гениально, да? Доступно только, только, только моё «я». «Я» существует в одном экземпляре. Другое «я», «другое «я»» абсолютно непостижимо. Вот где агностицизм торжествует. Как мне проникнуть в чужое «я»? «Другому как понять тебя», – писал Тющев. Гениальные слова. «Молчи, скрывайся и таи, и думай мечты свои». Несказуемо другое «я». Тем не менее, есть пути в чужое «я». Это любовь, это любовь, так. Любовь – это и есть энергия, соборность. Какая соборность без любви? Я убеждён в том, что в подлинной любви вот это средостение, разделяющее два «я», оно растворяется, оно исчезает. И два «я» становится одним «я». Это сверх «я». Но любовь может иметь как бы разный радиус действия. Это может быть любовь двух. Я имею в виду здесь любовь понятую широко. Это может быть просто дружба двух людей. Не обязательно это любовь, связанная с Эросом. Радиус может быть в параметрах, в масштабах общины. Люди собрались вместе, живут одной жизнью, имеют одну собственность. Это может быть целый народ. Народ иногда себя заявляет, как вот некое единое «я», как символическая личность. Это термин великого Льва Платоновича Корсавина. Но я должен признать, что вот этот третий путь, наиболее оптимальный путь, который исходит из диалектики Святой Троицы, он, если когда-то и прокладывался, то на очень коротких расстояниях. Крайне трудно. Крайне трудно удерживать вот это равновесие между своей яйностью и между другими. Другими, да? Вот момент неслиянности берёт вверх, ты чувствуешь своё превосходство над другими. Или момент нераздельности берёт вверх, ты сливаешься с другими и не хочешь быть самим собой. Ой, колебания, вибрации. Нету равновесия, нет гомеостаза здесь. Так что вот проблема личности и общества – это главная социальная проблема. Конечно, философия должна решать вопросы, связанные с социумом, в плане его организации. Но я скажу о том, что философы всегда создавали модели идеальных государств. Это целая история, начиная от государства Платона. Надо здесь помнить, конечно, и Великие Утопии, и Томаса Мора, и Компанелла, конечно. Это гениальные были люди. И я против того, что сейчас у нас утопистов, ну не знаю, как тут, очень пытаются дискредитировать этой глупости всё. Утопия была, есть и будет. И нет без утопии человеческого бытия. Так вот, я скажу одно, что, скорее всего, государство, государство не может быть сконструировано. Когда оно конструируется, когда оно вначале, так сказать, продумывается, а потом реализуется в жизнь, то происходит несостаковка реальности и вот этой идеальной конструкции. Реально всегда эту конструкцию не то чтобы размывает, а вносит в неё такие коррекции, что конструкция уже становится неузнаваемой. Государство должно быть жизненным, жизненным. Оно должно складываться спонтанно, складываться по законам самоорганизации. И здесь я, конечно, абсолютно нархист. Нархист, так. И ещё раз повторяю, что философия – это ещё и вопрос о том, как устроить справедливую жизнь на земле. Философия очень много бросилась своих сил на то, чтобы найти рецепты идеального устроения жизни. Можно собрать коллекцию этих рецептов, поучительно это изучать. Рецепт очень хороший. Ну что, разве вот марксистская программа в целом-то разве она не лишена определённого обаяния? Почему она так заворожила у многих людей? Ведь не случайно. Но дело в том, что все эти рецепты при их реализации проваливаются. Всё провально. И вот только где-то уже в поздние периоды развития человечества, где-то вот, ну, конечно, прорывы были к демократии всегда, где приходит осознание, что надо довериться естественному течению вещей. Это гениально понимал Лао Цзи. Лао Цзи – это лучший социальный философ. Он сказал, тот государь наилучший, который не управляет своей страной, которая создаёт условия для того, чтобы происходила самоорганизация. Самоорганизация, самодвижение, самоконтроль, самокоррекция, самосогласование. Пока этого нету. Пока в социуме доминируют рецепты, навязываемые силой. Кто это навязывание осуществляет? Власть, власть, которая, в принципе, в принципе, это я говорю в принципе, но это очень важный принцип, в принципе, всегда нездорова. Вот почему? Что с этим стоит? Мишель Фуко, один из гениальных мыслителей нашего времени, вот он говорил, что власть, это состояние не только верховного правителя. Вот я достиг максимальной власти, и я блаженствую. Да, конечно, это понятно, это известно. Фуко хочет сказать, что все люди хотят властвовать, уборщицы хотят властвовать, все хотят заявить себя. И вот, скорее всего, что власть, власть, это некоторая форма патологии, на мой взгляд, патология. Власть – это всегда страх. Страх перед тем, что спонтанный процесс жизни лишит тебя твоих привилегий, лишит тебя твоих богатств. Власть рождается из страха что-то потерять. Это подсознательная власть, подсознательная власть, да. Потому что власть, как правило, не улучшает, а ухудшает жизнь. Власть, она не может быть честной. Вот это заложено в её природе, заложено в её природе, так. Поэтому как с этой болезнью, болезнью власти борются демократии, её минимизируя. Её минимизируя. Я считаю, что власть может быть трансформирована на какие-то формы самоуправления. Но самоуправление – это власть или не власть? Ведь слово «власть» предполагает что? Предполагает некую силу, некий кулак. Властвовать. Быть властителем. Слово «власть» – конечно, технологически сопряжено со словами «владеть», «обладать». Так? Нужна ли власть на планете Земля? Я считаю, что возможно безвластное общество. Вот это анархизм в том варианте, который я его развиваю. И скажу из того, что власть, власть, я бы сказал так, она генетически заражена многими недугами. Власть обязательно проворовывается. Власть обязательно становится коррумпированной. Нету средства с этим бороться. Нету. Понимаете меня, да? Вообще это страшная глупость – борьба с коррупцией. Потому что борьба с коррупцией – это новая форма коррупции. Поэтому единственный способ победить это зло, это великое зло на планете, ведущее к её гибели, это борьба с властью как таковой. Это вызов власти как принципу. Это не значит, что я сейчас призываю свергнуть власть. Это было бы нелепо. Я философствую. Я говорю, что власть модифицировалась на земле. Быть может, были когда-то вот такие полосы здоровой власти. Но она, она заболела. Болезнь приняла хроническую форму. Неизлечимую форму. Это надо признать. Как власть отомрёт? Или она отомрёт естественно, или её просто уничтожат? Люди когда-нибудь революционным способом, я не знаю. Но я убеждён, что будущее на сфере – это безвластное общество. Но это не значит, что это общество хаотическое, что это общество расшатанное, что это общество разболтанное. Наоборот, это будет общество очень продуктивное, очень организованное, очень совершенное. Вот такова моя философия власти. Я очень ценю Ницше, очень ценю Фуко. Вот эта воля к власти, которая тотально, тотально, которая заразила не только верхушку, она заразила и низшие слои. Обратите внимание, как какой-нибудь там клерк, когда имеет возможность показать свою власть, то вот эта возможность никогда не упустит. Это мерзко. Это мерзко. Вот. Поэтому философия, она призвана указывать на несовершенство рода человеческого. Философия всегда критична. Философия бесстрашна. Она режет правду матку в глаза. Философия чуж – компромисс, компромисс. Вот я сейчас сказал очень серьезные вещи. Я их повторяю. Я считаю, что власть, власть, есть патология. Патология. Зона власти – это патогенная зона. Власть, гранит, как таковая, грозит жизни на земле летальными сходами. Власть – это болезнь. Болезнь, которую вылечить нельзя. Можно ли трансформировать власть, что очень трудно сделать, или просто ее элиминировать, заменив ее естественными, органическими, нормальными, здоровыми механизмами самоуправления. Положиться на логику бытия. Что такое самоуправление? Очень важно связать проблемы самоуправления с проблемами бытийными. Бытие хочет быть. Чтобы быть, бытие должно организовываться. Так? И бытие это сделает лучше, чем любой штаб, чем любой центральный комитет, чем любая государственная дума. Оно никак не поддастся напору небытия. Это полная гарантия. Полная гарантия. Но надо довериться жизни, как это делали доосы. Упустить руки, так, спокойненько, да, и не поднимать их ни на кого. Никому пальцем не указывать. А вот пускай все течет само собой. И будет течь хорошо. Будет течь по принципу Максмина. Максимальный результат при минимуме затрат. Вот такова философия Сосума за меня. Да, ну, еще раз скажу про свободу. Скажу, что, конечно, великая проблема, социальная проблема свободы. Но здесь надо исходить из того, что наша свобода принципиально ограничена. Наша свобода ограничена физически, так, трехмерностью пространства, двехмерностью времени, ограничена биологически, наличием лимита в наших эндогенетических ресурсах, короче говоря, в сроке нашей жизни. Вот. Поэтому со свободой надо обращаться как? Очень осторожно и не нужно преувеличивать ее возможности. Но я не буду здесь потерять банальность, я скажу только одно. Скажу только одно. Все-таки, конечно же, лучшие формы свободы, это когда свобода имеет соборный смысл. Когда свобода касается не только отдельного индивида, хотя это самая важная форма свободы, но когда она вписывается в соборную структуру. Когда ты готов альтруистически, жертвенно какую-то часть своей свободы от себя отнять во имя того, чтобы другой человек почувствовал себя более свободным, чем вот до твоего этого жертвенного акта. Свобода должна быть сочувственной, свобода должна быть сострадательной, свобода должна быть уступчивой, свобода должна быть альтруистичной, свобода должна быть любящей, свобода должна быть жертвенной. Это правильно, потому что свобода как таковая, я люблю Бердяева, безумно люблю Бердяева, это вообще мой учитель, мой вдохновитель, вот эта Бердяевская свобода, экстатическая, никогда не удовлетворенная и ничем Свобода абсолютная, свобода, которая старше Бога и выше Бога, эта свобода абсолютно солипсична, она работает только в микрокосме одиночке, она не имеет выхода вовне, это внутренний бунт, это внутренняя революция, она никаких перемен во внешнем мире не осуществляет. Поэтому Василию Габердяеву я и при том, что я этот искусств прошёл и постоянно прохожу, я всё-таки выбираю свободу, где наряду с этим спонтанным порывом в полной раскованности есть ещё и чувство ответственности. Не нужно бояться сопряжения этих слов, свобода и ответственность, обязательно, потому что ответственность это что? Это наш долг перед бытием, наша свобода не должна быть разрушительной. Видите, что такое небытие? Небытие – это исполнительная свобода, как-то непрадоксально. Ну что, в небытии нет никаких ограничений, никаких лимитаций. Но зачем мне такая ничтойная свобода? Я лучше выберу три измерения, да? Бог с ними, с другими измерениями. Я готов согласиться, что, может быть, мир в каких-то стечениях энмерен, бесконечно мерен. Дай мне три измерения. Три степени свободы. Мне хватит, да? Но это бытие, это проявленный мир. Это физическая действительность. Поэтому свобода требует гибкости. Вообще всё, что… Вот философия учит мудрости. То, что сейчас я говорю, это примеры мудрости. Это есть именно философия, как любовь к мудрости. То, что я сказал про самоуправление. Это ведь не наука. Не может быть науки самоуправления. Это жизнь. То, что я сказал сейчас про свободу, это тоже, ведь это не наука. Это нельзя выводить, как какие-то логические формулы, логические схемы. Это мудрость. Я говорю мудрые вещи. Я до них дошёл сам, да? И, конечно, мне помогла статистическая культура. Но вот это так, это так, да? Если говорить про нашу страну, про Россию, вот взять этот разрез русский социум, что надо здесь сказать? Вот какая сегодня стоит проблема? Проблема величайшей социальной инерции. Наш народ инертен. Его можно понять и простить. Наш народ прошёл через крепостное право. Через октябрьский переворот. Через эти ужасные КГБшные мерзости. Сегодня он проходит через, может быть, наиболее бездарную в истории России власть. Это тоже страшно. Тоже страшно, да? Наш народ вымотан. Но вот наш народ перестал быть субъектом истории. Это страшно. Всё-таки народ должен делать историю, творить историю. Это его призвание. Вот наш народ эту коррективную функцию сейчас не выполняет. Не выполняет так. Что это может означать? Это может означать фиаско. Это может означать психологически неизбежный провал. Мы уступим место другим, более подвижным, более пассионарным этносам. Мне не хотелось бы этого допустить. Хотя это не мои воли. Что-то здесь изменить. Не в моих возможностях. Но тем не менее, я считаю, что сейчас философия должна быть колоколом. Я люблю образ Герцена. Колокол. Колокол с его вибрациями. Я верю в синергетику, которая показывает, как малый сигнал ведёт к потрясающим результатам. Вот я ударил свой небольшой колокол, даже в колокольчик. Но я нашёл такие вибрации, что вся Россия всколохнулась, трепенулась, оглянулась. Боже мой, боже мой, до чего нас довели, до чего мы дошли. И пошла другим путём. Пошла путём оптимальным. Путём, который выводит на свет истина. Будет ли такое, не будет, я не знаю. Но сегодня смотрится Россия очень плохо. И мы видим, что наш народ слабеет. Наш народ деградирует. Очень сильна тонатофилия в обществе. И мы видим, как вот эти все пустоты, которые образуются, эти каверны. Организм начинает деградировать. Образуются каверны, образуются вот эти зазоры, какие-то люфты. И вот всё это заполняется другими этносами. Идёт диффузия, идёт диффузия. Сюга поднимается сюда. Южные этносы. И заполняет эти каверны. И, очевидно, произойдёт какой-то переплав. Переплав, да? Который имел место и раньше. И, например, много этого переплава. Но я приведу два таких случая. Возьмём хотя бы Южную Америку, где романская кровь наложилась на кровь индейскую. Ну, мы знаем, что индейцы-то пришли из Восточной Азии, Северо-Восточной Азии. Мы знаем, что они через Берлинговый пролив оказались на Америке. Но всё-таки здесь большая, так сказать, дистанция, огромный интервал между индейцами и испанцами. А другой пример, который как-то у нас замалчивает. А зря замалчивает. Вот возьмём Русский Север. Русский Север. Так. Вот я очень люблю путышских девушек. Вот я их обожаю. Моя самая большая любовь была к путышской девочке. Вот у неё лючика скуластенькая такая. Она беленькая вся. Это типичный украфинский облик. Ну, что такое население Русского Севера? Это славянская накладка на украфинский субстрат. Наши северяне – это такие же метизы, как южноамериканцы. Абсолютно та же самая схема сработала. А что? Плохой получился сплав? Великолепный. Я очень люблю южноамериканцев. Да боже мой, они дали Маркеса, они дали Неруду. Это очень экспансивный народ, который любит карнавал, который любит праздник. Ну, кто так веселится, как здорово, как веселятся южноамериканцы. Что там в рио-де-Жанейре? Я там никогда не был, никогда не буду. Но я понимаю этот огонь, эту страстность. А русский север? Какие здесь прекрасные люди. Да, конечно, славянское начало взяло вверх. Конечно, это народ, который, безусловно, христианизирован. Но вот это народ в плане генетическом двойственный. Двуплановый народ, двуслойный народ. Ну что, вот так сложилось. Это нормальный процесс. Поэтому сегодня все потуги националистов, лжепатриотов, как-то вот отгородить русский народ от торжения чуждых генов, это наивно, это наивно, это бессмысленные попытки задержать естественный дрейф генов. Это дрейф, это процесс биологический, а не социальный. А биология всегда берет верх над социумом. Всегда. Я вот здесь оповаю на здоровую биологию. Ну вот так бы я задел на этот вопрос. Может, какие-то есть детали, которые требуют пояснения? Пожалуйста. Что такое философ? Личность философа. Ну вот, может, мне нужно заняться интроспекцией, и, втынув в себя, попадаться на этот вопрос ответить. Но я бы хотел сказать, что есть разные типы философа. Есть тип, связанный с анахариатством, с уходом в созерцательную жизнь, с погружением в себя. Есть другой тип, это человек пассионарный, человек экстенсивный, человек, который экспансивен, который обращён во мне. Имеется целый спектр философских личностей. Я здесь скажу очень, что субъективно, скажу через себя. Ну вот, у меня есть такое ощущение, что во мне живёт много разных «я». Я есть собор философов. Во мне звучит постоянно хор. Я неманологичен. Я часто, бываю, противоречив. И я этого не стесняюсь, этого я не боюсь. Я есть противоречие. Я есть антиномия. Я есть самоконфликт. Во мне живут два разных, скажем, философы, или даже не два, а три, может, и энное число. Но как это проявляется? Ну вот, пожалуйста, я сейчас дам пример. С одной стороны, я готов проповедовать философию недеяния. Её пропагандировал Лао Цзи. Своебразную редакцию дал Лев Толстой со своим учением о непротивлении злу силою. Это влияние доосизма на Льва Николаевича. Я тоже склонен к чему? Склонен к уходу из мира. Склонен к созерцанию природы. Я очень много провожу в природе. Или раньше проводил много времени в природе. Плевать мне на всё остальное. Вот мне дан небольшой кусок времени в этом мире. Я должен его наполнить созерцанием звёзд, изучением бабочек, писанием стихов. Выжить для себя, постигая какие-то вечные, но нейтральные в плане социальной истины. Это одна моя апостась. Другая моя апостась – это стремление помочь людям. А когда такое стремление есть, то неизбежен конфликт с существующей системой. Где-то я революционер. Причём экстремист. Я экстремист. Вот. Я сторонник радикальных мер. В юности я вообще прошёл увлечение русской революционностью. Маяковский был и остаётся моим любимым поэтом. Ну а что? Очень хорошо. Гениальный поэт. Поэт-революционер. Так. И это нормально.